Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Ты любишь читать Слово Божье? Знаешь, в Писании написано, все Писание Бога духовновенно и полезно. Потому что церковь, это впервые в Библии названо это тело Христа. Посвящение, то есть Бог посвятил церковь. Бог начал церковь, Бог родил церковь. В этот момент, еще что я хотел вам сказать, то есть произошла определенная замена. Вот я еще раз напомню, скажу, что когда Моисей давал закон, когда он получил от Бога это и передал, но понимаете, закон это была подготовка к благодати, это была подготовка к новому уровню, потому что написано, что закон был детоводителем ко Христу. И закон, набор правил, которые люди должны были соблюдать, и соблюдать в основном все своей силой. Но когда наступила новая эра, это эра церкви, это эра Святого Духа, Бог, это совершенно новый уровень. Слава Богу! Потому что теперь вы не своей силой должны это делать, а Божьей силой. Потому что Бог говорит, я уже не буду принимать дела плоти. Они говорят, плоти не пользуют немало для меня. Мне не нужны дела плоти, мне нужны дела Духа, мне нужны плоды Духа, потому что я послал Духа Святого для этой цели, чтобы Дух Святой не сидел где-то там, знаете, в углу церкви, на скамеечке и ждал, когда же меня позовут, когда же я включусь в дело, когда же, наконец, начнется то, для чего меня и послал Отец Иисус. Слава Богу! Он хочет действовать. И поэтому новый закон пришел, да, закон Духа и Жизни. То есть закон плоти заменился на закон Духа и Жизни. И если бы мы это все понимали, мы, конечно, радовались бы сейчас по-другому. Потому что закон плоти – это одна часть, но закон Духа – это совершенно другое. Это другой уровень, это другая скорость, это другая сила. Это все совершенно новое! Аллилуйя! И поэтому Бог излил на них радость, чтобы они могли радоваться этому новому. Знаете, когда Бог давал Моисею, там они приходили, там было страшновато, я скажу вам. Там был и гром, и молнии, и все такое там громыхало, шумело. И они как-то так в сторонке говорят, «Не, мы лучше здесь постоим. Ты иди там, Моисей, иди, ты космонавт, сходи туда. Вот принесся, нам все расскажешь, да?» А в этот момент уже он не один, а 120 человек, которые ждали Иисуса, Его слова исполнились. Аминь! И эти 120, они были такие веселые, они были такие интересные, они говорили на иных языках. И это был праздник! Слава Богу, что Новый Завет – это праздник! Это не просто громы и молнии, какой-то страх, шугань такая была. Нет, наоборот, была прекрасная обстановка! Слава Богу! И поэтому 3000 человек отдали свои сердца Господу. Для чего? Для того, чтобы исполнять волю Божью. Аминь! Ведь это время, когда Бог говорит, что церковь будет проводником моих идей, так можно сказать, по-современному, моих мыслей, моих желаний, моих планов, моих дел. Через кого я это буду делать, Господь говорит? Через мою церковь! Через мое тело! И они это будут делать верою, принимая силу Святого Духа! Халлелуи! Итак, что хочется сказать? Что произошло? Мы, как церковь, получили доступ в сверхъестественное. Скажи, сверхъестественное. То есть, это то, что нельзя сделать человеческими силами. Они ограничены, да? Самые умные люди, они все равно ограничены. Самые сильные люди, они все равно ограничены. Но Бог говорит, что придет особенная сила, особенная сила, сверхъестественная возможность у вас появится действовать на другом уровне. И вот что это за такой уровень? Вообще, это даже новый уровень мышления. Я вам прочитаю новый перевод. В Римлянах 8.5 написано, что «Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по духу – о том, чего желает дух». Понимаете? Это другая эра, это другая эпоха, это другое мышление, это другие люди. О чем они думают? Они думают о том, чего желает дух святой. Вот что Бог хочет, чтобы в нашей голове там варилось, что-то воскрутилось, что-то там работало. Чего желает дух. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от духа, к жизни и миру. Что нам тогда жаловаться? Что нам тогда что-то в чем-то роптать? Нет, Бог говорит, подключитесь к моему духу. Начните думать о духовном, и вы увидите, как сила Божья начнет действовать и менять вашу жизнь, исходящая от духа, к жизни и миру. Греховный образ мысли враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиниться. Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Богу. Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже не находитесь под властью греховной природы, а под властью духа. Скажи на это хорошее слава Богу. Халлелюя. И поэтому что нам говорит, да? Что нам говорит Слово Божье? Еще Иисус, да, он пророчески говорил, что но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таковых поклонников ищет себе Отец. О чем он говорит? Он говорит о том же, что это новое время, оно наступит, когда люди будут не просто что-то делать формально, не просто будут что-то делать человеческими силами, но они перейдут в уровень сверхъестественного. Они начнут понимать Духа Святого, они начнут двигаться в Духе Святом. Его силой, Его способностями, Его дарами. Почему написано «дары Духа Святого»? Это дары Духа. А когда мы вместе с Ним, тогда дары Духа начинают работать, способности начинают работать. И Он говорит, что Отец ищет, ищет таких людей. Почему Он их ищет? Потому что именно такие люди Ему нужны. Потому что Бог есть Дух, да, написано, поклоняющийся, поклоняется Ему в Духе. Тогда и только тогда Бог говорит, что я буду удовлетворен, я буду рад найти таких людей, потому что с этими людьми мы будем творить новую историю. Мы будем творить и распространять Царство Божие по всей земле. Поэтому Он и ищет таких людей. И слава Богу, тогда Иисус еще говорил, что это наступит. Но мы живем в это время, мы живем в эту эпоху. Знаете, интересно, когда я только читал еще Библию, много-много лет назад, и я для себя увидел, и для меня это открылось так ясно и понятно, что именно с эрой Духа Святого наступила эра Церкви. Почему я пошел искать Церковь? Я вам уже рассказывал, мне никто не учил, никто не говорил, потому что Бог уже все научил и рассказал в Слове Божьем. Дух Святой показывает, Он учитель, Он наставник. И мне иногда странно, почему люди много лет могут читать, ходить в Церковь, и говорят, мне не нужно ходить в Церковь. Я только-только искал Бога, и я получил откровение, поэтому я понимал, что это сейчас новое время, это новая эра, новая эпоха, и я пошел искать. И, слава Богу, нашел, потому что кто ищет, тот найдет. Скажи на это Аминь. Аллилуйя. Итак, что нам Господь еще напоминает? Вот Он напоминает, что да, вот это новое служение, которое Бог ожидает, это служение в Духе Святом. Еще раз скажу, служение в Духе Святом. Мы в нашей Церкви на этом делаем тоже акцент. И мы часто говорим, нам не нужны просто песни, нам не нужны просто вот это. Это не то, что нам, это Богу это не нужно, потому что Бог не ищет просто музыкантов. Я просто пример приводу музыкантов, певцов. Но это касается всех. Это вообще касается нашей жизни, друзья, нашего образа мышления, о чем мы думаем, куда мы стремимся. Вот, от чего ищет Отец, от чего ищем мы. Мы должны спрашивать и сравнить, а я этого хочу, что ищет Отец, что ищет Дух Святой. Я к этому стремлюсь или к тому, что мне хочется. Вот здесь тогда будет плоть, она конфликтует с Духом. Плоть противится Духу, но это другая эра. Если в Ветхом Завете, мы же не по Ветхому Завету живем, правда? Если в Ветхом Завете, да, были отдельные люди, помазаны, все там, все было в них нормально. Другие просто приходили, приносили там свои жертвы, приносили, отдавали, и как бы покрывались и грехи на целый год, они могли спокойно жить. То есть сейчас-то другое время, друзья. Сейчас новое время, но новая эпоха. И он говорит, не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя. Это 2 Коринфянам 3,5. Это, как помните, Петру говорит Иисус, это не ты, это Отец тебе открыл. Это Дух Святой тебе открывает. Вот какая сейчас интересная жизнь, что это не то, что мы себе надумали. Нет, это Дух Святой нам открывает. Это Дух Святой нам говорит. Как бы от себя, но способность наша от Бога. Понимаете, это все приводит к тому единству, партнерству, зависимости с Богом. Не просто я живу сам по себе, а Бог сам по себе. Когда мне нужно, я приду. Богу не нужна такая религиозно-формальная жизнь. Понимаете? Говорит, не для этого Иисус Христос забрал грехи. Не для этого Он умер. Не для этого Он воскрес. Не для этого родилась церковь. Это, говорит, для того, чтобы мы были вместе. Чтобы мы были едины и непобедимы тогда. Едины с Богом, едины с Духом Святым. Жизнь по духу. И Он говорит, это не наша способность. Если я что-то могу делать, я говорю, Господь, это Ты дал мне способность. Это не я такой умный, это не я такой талантливый. Потому что тогда гордость развивается. Но Бог говорит, что Он противится гордым. Дух Святой не действует, где гордость. Понимаете? То есть я хочу донести, это особенное время. Это особенное понимание, особенное откровение. Богу не нужно служение рук, Он говорит. Не то, что ты без рук там. О, тебе не надо руки? Забери у меня руки. Нет, Он говорит, просто не теми делами, как люди раньше угождали Богу, а только в Духе. Только с Духом Святым. Вот в чем сущность новой эпохи, новой эры, нового завета, рождения церкви, всхождение Святого Духа. Он дал нам способность быть служителями нового завета. Не буквы. Не буквы. То есть это то, что формально. Понимаете? По букве это все формально. Это вот так, вот так, вот. Но Он говорит, мне формализм не нужен. Нафталином пахнет. Потому что букву убивает. Дух животворит. Понимаете? Дух животворит. Вот что Бог хочет донести нам. И это должно дойти до всех. До всех. Потому что мы теперь царство священников. Не отдельные люди. Но вся церковь, это все царственное священство. И если мы этого не поймем, знаете, мы будем жить по букве. Да, религиозно, по букве. Но мы не испытаем тогда той радости, да, той свободы, той силы, которую дает Святой Дух. И из-за этого люди начинают что? Они начинают жаловаться, начинают огорчаться, роптать, разочаровываться. Потому что они не живут в том, в чем должны жить. И естественно, из-за этого у них разочарование. Но воля Божия, она благая, угодная и совершенная. И вот эта воля Божия, она должна быть для нас, как, не только открытая, а мы должны быть исполнителями Его воли. Слава Богу! Слава Богу! И смотрите, что еще говорит Господь? Он говорит, что это время сверхъестественного, значит, это время чудес. И это чудеса, которые Дух Святой хочет совершать, опять же, через всех верующих. Смотрите, что когда уходил Иисус, Он опять, что им сказал? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И дальше Он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Все понятно? Да, все понятно. Аминь. Уверовавших же будут сопровождать знамения. имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, там, будут брать змей, если что смертоносное выпить, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Аллилуйя! Смотри, что еще написано. Сила в молитве, да? Что сказано в Римлянам 8, 26? Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Кто нас подкрепляет? Ирина Ивановна нас подкрепляет. Еще кто-то подкрепляет, да? Дух в немощах, то есть в слабостях, ибо мы не знаем, о чем молиться. Как должно. Не просто по букве, а как нужно. А как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченным. Знаете, мы даже помолиться-то не можем без Него. Вот как говорит Иисус. Мы ничего без Него не сможем делать. Ты можешь сам, конечно, по себе что-то делать, но куда это уйдет? Кто это услышит? Какие перемены это перенесет? Но сам Дух ходатайствует за нас, да? Испытывающие же сердца знают, какая мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. По воле Божьей. Ты понимаешь? А воля Божья, она всегда должна исполняться. Потому что Бог говорит, что я исполняю свою волю. Не твою волю, говорит, я свою волю исполняю. Тебе интересно? Если интересно, познавайте волю Божью. Слава Богу! Халлелуи! Итак, что нам еще это дает? Еще очень-очень интересно. Это откровение Писаний, конечно. Почему многие люди, да, не читают Библию, но они там ничего не видят, ничего не понимают? Они читают ее как книгу, они просто запутывают, скажут, о, это не для меня, я не могу. Да, конечно же, потому что это только Дух Святой может открыть нам Писание. Он автор, сценарий, он режиссер. Это все Писание Бога духовновенно мы говорили. Поэтому, когда ты читаешь Библию, Писание, без Духа Святого, это будет просто книга. Ты там ничего не увидишь. Поэтому, говорит, я вижу книгу, а в ней фига, и то есть ничего не увидел. Но Дух Святой, Иисус, что он говорит, он научит, напомнит, наставит, слава Богу! Халлелуи! Знаешь, если мы вспоминаем историю Савла, например, он был образованный фарисей, он учился у лучшего учителя того времени Гамалиила. Гамалиила. Помните? Гамалиила. Сидел у ног Гамалиила. Так всегда. Он был на сцене и подходил, они так сидели там внизу где-то у ног Гамалиила. Но, смотрите, он был такой умный, он был такой образованный, но он Писание не понимал. Он не понимал Писание. Он и шел против Бога, думая, что он служит Богу. Понимаете? Но только встреча с Иисусом, и когда Дух Святой убрал у него пелену, он вдруг начал понимать, кто ты, Господи? И вот почему так важно крещение Духом Святым? Почему так важен Дух Святой, друзья? Потому что без него это будет просто какая-то книга, может, она кому-то интересна, кому-то неинтересна, но это не будет источником веры и вдохновения. Это Дух Святой. Когда Дух Святой стал открывать Павлу, который стал Савлом, он увидел друг Иисуса в Писании, он увидел то, чего никогда не видел, он вдруг стал по-другому жить, по-другому говорить, вообще он стал другим, имя себе поменял, в конце концов. Слава Богу! Это действие Святого Духа, друзья! Это не просто действие морали, это не просто действие воспитания, не просто действие учебы, это Дух Святой, который включает свет, и тогда мы начинаем видеть. Смотрите, об этом написано, пишет сам Павел, сам Павел, который был сам в этой слепоте во 2 Коринфянам 3 главе, он пишет, но у мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Оно снимается Христом. А Христос нам сейчас с Духом Святым это все делает. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень? Там свобода. Там свобода. Понимаете, то, что делает Дух Святой, никто не может сделать. Это уникальная личность, и это уникальное служение Духа Святого в нашей жизни. Поэтому он, тот же Павел пишет, там, немного из нас умных, немного разумных и так далее. Для чего? Для того, чтобы показать, что Дух Святой делает нас другими. Делает нас другими. Еще раз вам скажу, вы слышите меня? Ибо все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Водимые, друзья, кто тебя водит? Кто тебя водит? Куда тебя ведет? Куда тебя повело? Некоторых куда-то куда-то заводит, куда-то уводит. Но, вы знаете, что на самом деле это очень важное откровение. Я вам сейчас прочитаю. Это очень важное откровение, что каким Духом ты водим. Смотрите, я прочитаю интересное место Писания, которое вы все знаете. 1 Коринфянам 2, 9. Как написано, не видел того глаз, не слышало уха, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его. Там, да, посмотреть туда-назад, почти 30 лет назад, я ничего не знал, ничего не понимал, ничего не мог себе. И представить, что Бог приготовил. А как? А нам Бог открыл это Духом Своим. Больше никак. Когда я читал Писание, еще не было ни церкви, ни проповедников. Но Дух Святой был. И Дух Святой открывал. И сегодня точно так же Бог хочет открывать другим людям. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает. Послушаем меня внимательно. Дух все проницает. И глубины Божьи. И кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога. Я еще раз скажу, не Духа чего? Этого мира. То есть в этом мире есть свой Дух. Понимаете? Это Дух тоже действует на людей. Дух этого мира. Мы должны понять, что мы Вадимы Духом или мы каким Духом мы Вадимы? Куда нас ведет? Куда нас влечет? Куда нас тянет? И понимаете, если мы не будем Вадимы Духом Божьим, значит, другой Дух будет вести нас. Дух этого мира. тихо, паузу даю вам подумать. Халлелуи. Поэтому, но мы приняли не Духа мира, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Как ты узнаешь? Как я мог узнать, когда не было ни церквей, ни пасторов, ни проповедников? Был Бог и было Его Слово. Был Дух Святой, который открывал волю Божью, ценности Божьи. Поэтому, первым Иоанном написано не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет. Любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Да? Похоть плоти. Плоть, что такое плоть? Это эгоистичное желание, да? Это самолюбие, это самолюбование. Поэтому, посмотрите на мир, Там все гламур, шмамур, все вот это, и то там вот это то, это гламурное вот это, вот это, вот это, и вот это, и все как бы туда. Но Бог говорит, а мне все равно. Мне все равно на весь ваш гламур, на всю вашу известность. Меня беспокоит, что вы идете в ад. Вот, что беспокоит Бога. Правда? А что, говорит, тебя беспокоит? Что у тебя гламура нет? У тебя вот этого нет? Что тебя волнует? Что тебя беспокоит? Поэтому, мы должны смотреть и говорить, а каким я тогда Духом вадим? Кто меня ведет? Куда я иду? Халлилюя или нет? Поэтому, друзья, Дух Святой, Он пришел, чтобы сделать нас успешными в глазах Бога. В глазах Бога, в глазах мира ты можешь быть неудачником. Вот все апостолы были неудачники практически. Даже Иоанн, которого не убили, ну, в Тюряге закончил жизнь там, на острове Патмос, да? В каменоломнях работал, в ГУЛАГе того времени. А остальные всех убили. Что, это успешная жизнь? Это неуспешная. В глазах мира она страшная. Но Бог говорит, это драгоценные мои люди. Это апостолы, имена которых будут в Иерусалиме названы вот эти все, ворота там, все вот это, помните? То есть Бог говорит, я их ценю, я их люблю, я их увековечу. И иногда кажется человеку, что да, вот то, вот то. Помните, когда Илья жаловался, да, Бог, вот я один остался, никому ничего не надо, ячейкой никто не занимается. А он говорит, да, подожди, подожди, ты не один у меня? Как я не один? У меня еще, говорит, семь тысяч есть. Он говорит, а где эти семь тысяч? Да, говорит, еще есть семь тысяч, которые не преклонились, да, перед Валом. Слава Богу! Понимаешь, есть много людей, которые Бог видит, мы не видим. Не все люди известны, не все там какие-то, есть много людей, что, говорится, за кадром находятся. И они совершают огромную работу в Царстве Божьем. Слава Богу! И они успешны в глазах Бога, потому что они вводимы Духом Божьим. Дух Божий не всех ведет куда-то там, на пьедестал, куда-то туда, туда. Нет, у Него свои пути. Он ведет особенным образом. И поэтому Бог говорит, тебе не нужно сравнивать себя с этим миром, потому что Дух этого мира и Дух Божий – это противоположные вещи. Скажи на это аминь. Халлелюи! Поэтому это так здорово, быть вводимым Духом Божьим. И Дух Святой тебя точно ведет туда, куда надо, и произойдет в твоей жизни точно то, что надо. Хочу сказать вообще о пятидесятничестве современном, то есть как оно возникло. И я, конечно, хочу рассказать немножко о пробуждении на Азуза-стрит. Если вам интересно, вы можете найти в интернете сейчас много информации. Но просто сегодня хочу напомнить, как вообще родилось такое движение, пятидесятническое движение, в котором мы и находимся. И оно началось очень-очень давно, в начале 20 века, в 1900 году, можно сказать, оно началось. С чего? Даже в 1901 году. Это произошло в ночь с декабря, 1 января. Был такой известный в свое время пастор, Чарльз Пархем, можно его вывести даже в фотографию, она есть, слава Богу, Чарльз Пархем. Это был методический пастор, но очень жаждущий Бога. Он искал Бога, он искал движение Бога, Духа Святого. Он проводил служение исцеления. Он ездил тогда к известному Божьему генералу, как мы сейчас называем, Джону Александру Доуви, который он называет также апостолом исцеления. И он видел, как служит, как двигается Доуви. И он тоже начал проводить комнаты исцеления и собрания исцеления. Но он чувствовал, что еще что-то есть, кроме исцеления. И вот по водительству Бога он начал библейскую школу. И ему нужно было куда-то поехать в поездку. И он дает задание своим ученикам изучать книгу Деяния апостолов на предмет знамения Святого Духа, что является знамением Святого Духа. И вот все почти эти ученики, которые изучали книгу Деяния, они сошлись на одном, что таким знамением является дар иных языков. Дар иных языков. И когда он приехал, к нему подошла одна девушка из учениц, она прочитала. Она это увидела в Библии, никто не проповедовал, но это Дух Святой открыл ей. И она попросила Пархома возложить на нее руки и помолиться. Пархом сначала немножко как бы даже отказывался, говорит, ну я не знаю, там как-то то-то-то. Но когда он возложил руки, внезапно Дух Святой сошел на эту девушку, и она заговорила. Причем она заговорила на китайском языке. И она не только говорила, она и писала еще по-китайски. Причем определенные лингвисты даже проверили это все, как это было. И это было, можно сказать, такое первое крещение Духом Святым. И вот это первое крещение Духом Святым и последующие эти крещения, это были в основном не тот молитвенный язык, на котором мы молимся, а их Пархом стал называть миссионерские языки. То есть это языки каких-то народов. И поэтому их назвали миссионерские языки, потому что люди действительно, которые, как они верили, люди, которые поедут на миссию, им необходим такой язык. И вот в первое время в основном это были так называемые миссионерские языки. Но это было необычайное событие, конечно же, оно распространилось по тому христианскому миру. И сейчас я скажу еще об одном человеке, Вильяме Сеймуре. Вот, покажите Вильяма Сеймура. Это был африканец, чернокожий. И он был слепой на один класс, он болел оспой, потом у него глаз ослеп. Он был верующий. Я интересно вижу, что это были все жаждущие люди. Знаете, они не просто были верующими, формальными. Пришел, ушел, 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 пришел. Не пришел. Они всегда приходили, они искали. И вдруг ему знакомая, она говорит, что, знаешь, в школе у Пархома происходят такие интересные дела. Вот крещение Духом Святым. Там люди молятся на иных языках. Его это заинтересовало. И он тоже туда поехал учиться. Но в то время была сегрегация, да, то есть белые и черные должны были быть отдельно. Но Пархом, как бы понимая законы того времени, он ему разрешил учиться, но он сидел в коридоре. Вот класс, вот дверь открыта, чтобы он мог слышать. И вот он сидел и слушал. И кто бы мог подумать, что вот через этого человека начнется пробуждение на Азуза-стрит в Лос-Анджелесе. Вот, которое самое такое известное, откуда, в общем-то, пятидесятница, пятидесятничество превратилось потом в мировое движение. И вот когда он там учился, он получил приглашение поехать в Лос-Анджелес. Он приехал в Лос-Анджелес, вот там пригласила одна знакомая. И он начал учить о крещении Духом Святым. Это было невиданное учение на тот момент. Ему быстренько запретили учить. Потому что, говорит, это не то, что нам надо, и вообще мы этого не понимаем. Интересно, что он даже не был крещен тогда. Но он учил, он слышал в школе, что учат о крещении Духом Святым. Я о чем говорю? Знаете, иногда есть вещи, что ты веришь, они еще не работают, но они сработают. Может быть, это исцеление, может быть, еще какие-то вещи. Но тебе на это нужно говорить. Тебе нужно двигаться в этом. И тогда он стал собираться еще с некоторыми людьми в одном доме. Там какой-то человек, он разрешил собираться. И так как в этом доме этот хозяин, за него помолились, он тоже заговорил, он упал со стула. И тут началось вот это шумное пятидесятничество. То есть люди стали получать крещение, они там стали петь, плясать, шуметь. Соседи там уже в полицию стали строчить доносы, что тут происходит. Тут дядя Ночи какие-то странные люди приходят, что-то поют, кричат. На каких-то языках разговаривают непонятных. Может, шпионы какие-то, неизвестно. Надо разобраться, что за народ там. И народу столько собиралось, они не могли войти в дом. Они открывали окна, чтобы тоже было на улице послушать можно было. И вот такая толпа людей, которые хотели зайти в дом, они зашли на крыльцо, и крыльцо обвалилось. И тогда они понимают, что надо искать новое место, надо куда-то переезжать, потому что мы тут дом развалим, соседи там все уже тоже не знают, что с этим делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!